Как подснежники по весне, на городских улицах появились бабушки, торгующие домашней снедью, закрутками, овощами с грядки, цветами в горшках. Полиция и представители администрации объезжают точки продажи и объясняют бабушкам, что это незаконно. Ну что вы делаете с нашими бабушками, которые хотят заработать? У них пенсии мизерные, а нам это всем очень удобно, жителям. Жители Воронина буквально разделились на два лагеря. Кто-то жалуется в администрацию, что бабушки закрывают узкую дорогу, что от их товаров по району распространяется едкий капустный запах. Другие считают, что ничего страшного в таком индивидуальном предпринимательстве нет. На пенсию не проживешь ведь. Они хоть что-то, они же с огорода, правильно, они не украли, а свое. По закону на бабушек-нарушителей должны составлять административные протоколы. На деле так никто не делает. Власти воздействуют пряникам, предлагают альтернативные места для торговли. На Шереметьевском проспекте это рынок Красная Талка, не рынок, а ярмарка Красная Талка, где предоставляются места им бесплатно для вот этой торговли. Значит, на Воронина ярмарка находится по адресу генерала Хлебникова 6. Покидать насиженные места бабушки не спешат. Говорят, что это им невыгодно в обустроенных точках и цена соответствующая. Там стоит в месяц 4 250 рублей аренда. Разве я могу заплатить, продать свое? Да я на 4 тысячи буду месяц продавать и им отдавать. Какой мне смысл? Прежде чем прогонять, говорят бабушки, нужно создать условия, выгодные всем, чтобы было место доходное и бесплатное, чтобы дождь и ветер не мешали. Тогда и торговать на улице перестанут. Будем думать, отвечают в администрации. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.